Ульяновская область Ульяновской области 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 До конца положить асфальт в этом сезоне планируется до 15 октября. Езжу каждый день практически. Качество дорог в этом году отремонтировали, неплохое, но только федеральные областные дороги. Все, что в поселениях заезжает в маленькие, дороги ужасные, скажу честно. Основные дороги вопросов нет. Спасибо, хорошо отремонтировали. Контракт, заключенный с подрядчиком, действует по принципу жизненного цикла. Это значит, что организация не только выполняет ремонт дорожного полотна, но и занимается его содержанием. А вот контроль за дорогами осуществляет специальная комиссия. В приемке дорог активное участие принимают представители общественной палаты и палаты справедливости. Если хотя бы один из членов комиссии, который собирается, не согласен с теми объемами выполненной работы, то считает, что работа выполнена некачественная или ненадлежащего качества, то он пишет свои замечания в этом акте общественного контроля. То есть он пишет свои замечания, с чем он конкретно не согласен. Проводится дополнительная проверка. Хорошие показатели при выполнении нацпроекта в регионе стали решающим фактором при принятии определенных решений на федеральном уровне. Так, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Ульяновской области дополнительных средств на строительство крупных объектов и реконструкцию автомобильных дорог. Полмиллиарда рублей заложено строительство левобережной развязки президентского моста. Еще 90 миллионов пойдут на реконструкцию кольцевой развязки в Индии. В 2020 году мы планируем продолжить ремонт в рамках национального проекта «Безопасность и качество дороги». Планируется ремонтировать более 93 километров автомобильных дорог. В принципе, это те дороги, по которым проходит школьный маршрут, которые имеют в принципе социальную значимость, которые имеют высокое интенсивное движение транспорта. Одним из первых участков, куда выйдут асфальту укладчик, фрезеровочная машина станет трасса «Солдатская-Ташлак» у Заватова-Новоспасская-Радищева «Старая кулатка». Редактор субтитров А.Семкин